Девушки отдыхают Судент, а какой курьер? У них одни проблемы, то лекции, то занятия, то пиво Пиво? Это не откажусь Вы другое дело, для интернет-магазина что главное? Чтобы в любую точку и вовремя Вот вовремя, это всегда пожалуйста, а в любую точку, извините, понимаешь, ноги уже не те Осторожно, осторожно Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, мы вас далеко посылать не будем Ну спасибо, спасибо Да-да, пакетик вам дадим в руки с заказиком, и про Йончику Пакетик желательно, чтобы был небольшой, а то знаете ли, у меня спина Ну, чтобы это еще и не маленький У меня тоже спина Проблема у меня со зрением, чтобы я не потерял его А это у вас гитара, да? Это, это вы тоже продаете, да? Вы знаете, вы лучше не трогайте гитару Это у нас побочное производство А точнее магазин побочный Да, знаете, что я хотел попросить, мы как-то, помните, договорились с вами Про интернет-магазин наш никому ни слова, да? Не, ну могила, могила Ну, конечно, и значит, Бэджиксон, снимите от греха подальше, а? Дурацкий Вот ты знаешь, это не могу, у меня на нем адрес записан С памяти-то у меня тоже плоховато А так посмотрел, вспомнишь Ну что, с болячками все? Ага Ну, слава богу Что я хотел спросить-то? Туалет где здесь, а? Туалет, по коридору направо А, сейчас, все, иду, иду Блин, он не найдет туалет Я что-то не могу воткнуть, до хрена нам этот трофей нужен, а? Погоди ты, что студентов опять на работу брать, что ли? Брали уже, хватит То проспят, то не придут, то перепутают И потом шастают, засветятся еще А что студенту делать в фольклорном ансамбле, а? Это же не интернет-кафе А дед, другое дело, он будет у нас Консультантом по репертуару Усек? Да То-то Извините Ну что еще, Палыч? Че трофей? Этого, вот Туалет, это прямо направо А так же ты куда? Забыл, а? Забыл Вчера я был молодым Вчера я был беспечным Блевался высока На приличие и так И в порядочных компаниях И пришла бак Вел себя я Хуже, чем банк Видел то, что было И то, чего нет Не раз выбирал Счастливый билет Умирал за любовь И клялся войной Гулял по волнам И летал над землей Еще вчера Я был далеко В беспредельном пространстве В сказочном дело А может быть Все это было лишь сном С небывалым сюжетом И веселым концом Здравствуйте, Петр Я понимаю Вы на меня обиделись И у вас есть полное право Меня осуждать Я подвел вас И вашу маму Мне искренне жаль И я приношу вам Свои извинения Петр, я очень сожалею Что ваша мама Оказалась в больнице Если я могу чем-то помочь Я не знаю Врачи, лекарства Я с радостью Я вам обещаю Петр, как только Ваша мама Выйдет из больницы Я сделаю все Для того, чтобы она попала К этому самому Заславскому Даю вам честное слово Какое? Честное? Или честное дворянское Или честное княжеское М? Ну зачем вы так, Петр? А как? Все Будете уходить Не забудьте дверь прикрыть Граф Да вы что, пацаны А заберели, что ли? Куда это я один Понесу А что это? Да тут килограммов семь Не меньше Да пять в половине Что такого? Нет, нет и нет У меня спина не та Руки не те Ноги Слушайте, а у меня К вам предложение Давайте, вот я здесь На звоночке посижу Ну а вы-то Раз-два и готовы Дело-то, молодое Дело, на хрена Мы это эхо войны На работу взяли Тихо Павел, смотри сюда Мы и так первую лекцию Задвинули из-за твоего Трудоустройства Ты посмотри, на бумажке написано Адрес, видишь? Улица Юности, дом 5, корпус 2 Ты видишь? Мозги Ты видишь фамилию? Демьяненко, ВС Да ладно, в натуре, что ли? Чё, демону, что ли, Патефон? Ему? Какому демону-то? Да Демьяненко Это физрук наш Демон, поэтому Фамилия Демьяненко Ты представляешь, ну как мы можем Нашему преподу заказ нести? Ты можешь это представить? Ну, в качестве исключения Разочек Ладно, ладно, побежал я А то мы на вторую пора Поздаемся Все, окей, я побежал Слушай, пожалуйста, про наш офис Никому ни слова Ну, сказал же могилу Значит могилу Ну, что вы в конце концов Представь? Подождите Чего? А куда нести-то? Я забыл Адрес-то Ну, чё вы? Отец! Тань Тань, погоди Надо поговорить Надо, давай поговорим Ты так говоришь, что можно уже и не говорить Не надо, не будем говорить У нас свободная страна Ну, зачем ты так? Ну, я же понимаю, что ты В общем, я все знаю Да? И какое расстояние от Юпитера до Нептуна? Большое Угадал? Угадал Вот на таком расстоянии я бы хотела тебя видеть В следующий раз А сейчас, извини, мне надо идти У меня важная встреча Пока Вот и поговорили Это вы вовремя музыку принесли А то, знаете ли, моя сгорела дотла А у нас тут мероприятие такое Мероприятие, это я понимаю Я как думаю, раз мероприятие Портите на здоровье Правильно, где подписаться-то? А, вот вижу Вот тут внизу, да А все деньги, я ничего не перебутал Да как сказать это вот Денег ровно столько Сколько в накладной написано С этой точки зрения вы не ошиблись Но, зараза, тяжелая попалась коробка Ну, вся коробка, как коробка Я это прям не знаю Виноват, виноват, виноват Спасибо, благодарствую А издалека тащили-то коробочкой Да нет, тут рядышком Прямо у нас в институте А, значит, интернет-магазин у нас в институте, да? Ага Слушайте, а как фамилия этого директора? Вы знаете, постоянно его забываю Да это как его А? Забыл Забыл Он говорил мне фамилию, а я забыл А, а еще он говорил Чтобы я вам не говорил А, а чего не говорить, я тоже забыл А, ну что ж, было Удачно не говори До свидания Всего хорошего Всех благ Всех благ, до свидания До свидания Антон Антон, здравствуй, дорогой Здравствуй, Павлович, здравствуй Как я рад тебя видеть, дружок Как дела? Да ничего, спасибо Конференция готовишься Какой конференции? Так, к студенческой Выступишь со своей дипломной работой Практика, опять же Да нет, ну, что вы, Павлович Работа еще не готова Нужно пересчитать Кое-что, сверить Нет, я думаю Спешить не надо Придется отказаться от участия, наверное Как отказаться? Что значит спешить нельзя? Ты сопоражаешь, что ты говоришь? Нет, нет Ни в коем случае, Антон Как? Сейчас поспешишь Потом знаешь ты Сколько времени сэкономишь В смысле? Ну, конечно, в прямом Если выступишь хорошо на конференции Это, между прочим Это может быть Вполне засчитано Как Как диплом Да? Подождите, Павлович Павлович, Павлович Может быть засчитано Или будет засчитано Я сейчас как раз иду К Бруно Яновичу Согласовать Вот это Подписание Я думаю, он не будет против Ну, а как же Вот ты давай Ты готовься Нельзя так Антон Не расстраивай Я пойду Здравствуйте Здравствуйте Ой, здрасте Ой, извините Поосторожнее, можно? Извините, Степан Алексеевич Да что тут разбегаешь-то? Физкультура Кваклуша Почему физкультурная улица? Где сказали, там бегаем Черт Нет, демон Демон? Ну, в смысле Добрый день Демьяненко, физрук Он там занят Готовится к какому-то мероприятию А нам сказал Здесь побегать Весна же Мероприятие? Какое мероприятие? Валера Ты должен мне помочь Бедного графа Веригина Нужно Поддержать Нет, дорогая На этот раз без меня Плачущий граф Веригин На моей груди Это слишком Нет, это я беру на себя От тебя требуется только одно Небольшая обструкция на лекции Гениально, молодец Ты опять вся в белом А я в дерьме Слушай, я и так тебе уже Очень много раз помогал Последний раз, правда Я тебе обещаю Я в долгу не останусь Ну как ты себе это представляешь? Ай-яй-яй-яй-яй Довели маму Дембеля до больницы Валерочка Я уверена, что ты что-нибудь придумаешь Зараня тебе благодарна Пока Поэтому сегодня Мне хотелось бы остановиться На проблемах Которые происходили В русской литературе В середине 50-х годов Девятнадцатого века На смену Традиционной Так называемой Стилистике Которая развивалась В двух направлениях Литературном И нормативном Пришла стилистика Функциональная Да, слушаю вас Нет, это я вас слушаю У вас ко мне Какой-то вопрос Нет, нет, нет У нас к вам Вопросов быть никаких не может Просто такого человека Как вы Нужно слушать исключительно стоя Не, а бы кто говорит Да-да-да Дворянин Потомственный Ему же Думать о проблемах Там, как мама студентика Какого-нибудь Некогда Ага Да, зато обещание Раздавать налево-направо Вот это Всегда, пожалуйста Вопрос решим Министра позовем Слово дворянина Самое крепкое Да не смейте так говорить Вы же не знаете ничего Ребята, ну правда Это уже слишком Сядь, дочь твоя Да Мое происхождение Не имеет никакого отношения К теме сегодняшней лекции И тем более то О чем, как я понимаю Вы хотели бы со мной поговорить Все вопросы ко мне После лекции А сейчас сядьте, пожалуйста Сядем все Как вам угодно Стойте Итак Стилистика Включает в себя Такие компоненты Как Лексихология Морфология Учат нас Правильному Андрей Константинович Продолжайте Андрей Константинович Прекратите его немецкий Андрей Константинович Продолжайте Обращайте внимания Продолжайте Как вы-то не стыдно Молчите вы Итак, все вместе Продолжайте Больше Стоять Продолжайте Стоять Продолжайте Андрей Константинович Адольф Рувинович Здравствуйте Добрый день Я думал Меня трудно Выбить из колеи Да Наверное Надо вернуться Я думаю Что не надо Не надо Андрюша Я думаю Что вам лучше Прогуляться Пойти подышать Свежим воздухом А я здесь Сам разбился Идите 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 с Богом Идите Садитесь Прошу вас Итак, дорогие мои В связи с тем Что лекция По русскому языку И культуре Речи Закончилась Ничем Ничем Ну так бывает Сейчас у вас будет Незапланированная Контрольная По математике На это у вас Есть 20 минут Через 20 минут Я прихожу И собираю задание А теперь Можете Петь Так Девочки Манечка Зиночка Давайте Быстренько Мы сейчас С вами Вы переодевайтесь А я через 5 минут Что у вас Спорт за Хорошо? Ну конечно С вариациями Раз 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 С какого курса? Да я как бы уже давно преподавать Ладно, мы пойдем Они С какого курса? Они Ну как бы сказать Степан Алексеевич Как бы сказать Это я Понимаете Назначил Так сказать Дополнительные занятия Вечернюю группу Конкурсный отбор Понимаете Фитнес А студенты Пускай По морозу бегают И болячки себе зарабатывают Ну я же хотел Как лучше А вот как лучше Я вам сейчас придумаю А вот это я верю В это верю Целиком Сразу И полностью Все будет хорошо Вам поправится Все будет отлично Я тебя уверяю Ребята Может поговорим Понятно Даже не поздоровался Белая кость Голубая кровь Мы сейчас для него Знаешь как кто? Ну эти У собак На спине сидят Плохи Во Так вот мы для него Как те Кто вот у них Как раз На спине сидят Ублох Привет, ребят А вы не видели Андрея Константиновича? Мы его, да Он нас нет Ребят Я хотела вас попросить Вы не могли бы с ним Помягче, что ли? Помягче? У меня мама в больнице лежит А не в санатории Помягче Ну Петь Ну я все понимаю Ну ведь я тоже виновата Петь Ну он со мной дополнительно Занимался Готовил меня к Олимпиаде Да? Ну ты почему-то не проспала Когда не надо Вова Вов Ответь мне Скажи Только честно Ты просыпал когда-нибудь Первый парень? Ну что, не человек что ли? Вот А теперь представь Что каждый раз Как ты просыпаешь Тебя за это расстреливают А? Угу Тогда бы от деканата До проходной Целое кладбище Одних только квакуш было бы Да Все потому Что вы не живете Жизнь нашего института Понимаете, Малисий? Понимаю, Степан Алексеевич Понимаю И чтобы лучше понималось Я лично вам Поручаю проведение Масштабного мероприятия Желательно Нужного А как же лыжные эстафеты? Ну когда же это все было? Зато ректору понравилось Вот Наша задача Выглядеть в глазах ректора Не просто хорошо А еще лучше Это нужно Понимаете Потому что Нужно Не потяну я один Степан Алексеевич Не потяну Ну Не знаю Кстати, а вот дайте мне На помощь Журову хотя бы Не, не Только не Журову Только не Журову Людмила Филипповна Человек занятой У нее как раз Все в порядке Вот курсы домоводства Журову не могу Хотя нет Могу Непорядок Ну-ка Зайдемте Да, Кристина Проходите Как вы узнали Что это я? А больше некому Все остальные На баррикадах Воюют со мной А если честно Я уже знаю Запах ваших духов Андрей Константинович То, что сейчас происходит Иначе как Несправедливостью Назвать нельзя Ну это как посмотреть Андрей Константинович А если бы у вас была возможность Все начать заново Вы бы ей воспользовались? Нет Почему? Потому что это утопия О, старый знакомый Который открывает дверь В прошлую жизнь А там Ромео и Джульетта Успех Потом запрет Увы, сейчас там Музыкальный кружок Во главе с Тимошином Это ваш театр Мой театр Наш с вами театр Пошли Нас с вами застукали Точно Опять пойдут сплетни Кристина Похоже нам с вами Не оставляют выбора Ну что это Я вас Всем в пример ставлю Сам себе В пример ставлю А вы А я У меня В блокноте записано Курсы домоводства А у вас что? Они есть Я вижу Что есть Людмила Филипповна Да С какого курса Эти студентки? Ну Степан Алексеевич Ну разве я виновата Что молодые не ходят? Вот я подруг привела Не ходят? А надо чтоб ходили Ну что же делать Степан Алексеевич А вот что Нужно научиться Мыслить масштабнее Понимаете Людмила Филипповна Масштабнее Вот Валерий Семенович Уже начал Да Начали Мыслить масштабнее Да Людмила Филипповна Начал мыслить масштабнее Степан Алексеевич Научил Очень убедительно И поэтому Я предлагаю Совместными усилиями Организовать что-нибудь Масштабное Но Полезное И полезное Понимаете Да Хорошо Хотите я вам Степан Алексеевич Свитер свяжу Масштабное Это Такое Чтобы всем запомнилось И займутся этим Демьяненко и Журова Ну что же Степан Алексеевич Масштабней Так масштабней Да Здравствуйте Виктор Григорьевич Очень рад Что Забыл Закрутился на работе Все из головы Вон вылетело Конечно Ну будем продлевать Да Конечно На весь год На весь год Да Ну всего доброго Это Из министерства Нет Из бассейна Видите ли У меня разряд По подводному плаванию Тренер звонил Он спрашивал Буду ли я продлевать Абонемент И? Буду Андрей Константинович Я вас очень хорошо понимаю У меня в школе Однажды очень похожа Ситуация была Мы с ребятами решили Прогулять занятия А я заболела И когда их всех вызвали К директору У меня единственная Справка была Они так на меня обиделись Вообще со мной не разговаривали А я болела Правда Да Андрей Константинович Я очень хорошо понимаю Вашу ситуацию Вы главное Не расстраивайтесь Кристина Спасибо вам, конечно Но пожалуйста Не надо меня жалеть Я вам помочь хочу Не знаю Как это произошло Просто с мамой Кабанова Ужасно получилось Ужасно Ну Я это все сделал Мне исправлять Но самое главное Что вы знаете Что делать За вас Что это? Шампанское? Нет Я Помните, как мы Репетировали здесь Ромео и Джульетта? Да Пора разбить Потрепанный Бокал Корабль С разбега А скалы Бью за тебя, любовь Аптекарь не солгал С последним поцелуем Умираю Как злодей Все выпил сам А мне и не оставил Наверное, яд есть На губах его Тогда его я в губы поцелую И в этом подкреплении Смерть найду Такие теплые И в этом месте Пьеса Шекспира Заканчивается Я знаю Начинается жизнь Да, Кристина Подождите Вы можете называть меня на ты Подожди Подожди Все Андрей Все как-то Все неправильно Прости Прости Простите Все не так Не то, не так А как? Кать Ты когда в Питер уезжаешь? Вечером Я тебя провожу Спасибо У меня вещей немного Ну, Кать, я же не поэтому А потому что Так просто А знаешь Если тебе так не нравится Что все на Верегинах съелись То я тебя поддержу При чем здесь нравится При чем здесь нравится Или не нравится Ты понимаешь, что это жестоко Как скажешь? Господи Ничего ты не понял Андрей Константинович Андрей Константинович Это ты Ничего не поняла Андрей Константинович Вы знаете Я хотела вам сказать Что я полностью на вашей стороне А они просто бессердечные Спасибо вам, Катя Я постараюсь Пусть исправить ситуацию Я, значит, могу спокойно ехать на Олимпиаду, да? Не просто ехать Но и побеждать Катя, побеждать Удачи тогда мне И вам тоже Алло Игорь Юрьевич Добрый день Это вас Верегин беспокоит? Да Опять вас тревожу Да У меня к вам Не совсем обычный разговор Так что прошу меня извинить Ну что? Вижу, что облом Не твое дело Ну почему не мое? Мое Блин, дался тебе этот зануда Других мужиков нет, что ли? Других? Это ты о ком? Не о себе случайно? А что если о себе? Чего? Я тебе сразу заметил Ты красивая Умная Умная Сильная Всегда знаю Что тебе нужно Да уж Это точно Да точно Вот только Никто кроме меня Не оценит тебя А что ты смеешься? Нет Нет Это просто очень смешно Извини Ты только что сказал, что Я всегда знаю, чего я хочу Да Так вот, ничего личного Просто Ты Совершенно не то, чего я хочу Ты маленький, понимаешь? Нет Нет Ты мелкий Вот как Да, так что расслабься Иди погуляй А если не пойду Ты же хотел здесь кого-то успокаивать Я тоже не против развлечься Обстановка здесь Располагается Бери руки, урод Пошел вон отсюда Я могу пойти, кстати Только заодно расскажу Что ты снотворное Кому надо и во что надо Подложила И как друзей своих С Парижем прокинул А? Что? Что? Тебе никто не поверит Да? Тебе поверят, что ли, а? Да уж больше, чем тебе Да? Ну, давай посмотрим Слушаем Я затащу его в общагу Подсыплю чего-нибудь А он заснет Ну что Пойти Рассказать всем Чтоб узнали Какая ты тварь на самом деле А? И Эльвиригину твоему поведать Как ты на самом деле Хотел его охмурить, а? Он же, правда, руб Правду любит А? Как тебе такая перспективка? Или, может быть, продолжим Романтический вечер? Сволочь Я не сволочь Сволочь Ты даже не представляешь Как у нас много общего Степан Ильичич, мы вот тут С Людмила Филипповна и посидели в интернете Первого апреля есть чудный праздник Всемирный день птиц Да не надо Первый апреля это день дурака И не всемирного, а нашего отечественного производства И не надо из меня делать Птицу Да-да, Людмила Филипповна И потом мы можем не успеть А как вам такой праздник? 23 апреля Марш Парк Вот, да День тебе давно прошел Но это не повод Всемирный день воды 22 марта Людмила Филипповна, кто вас за язык кинул? Вот 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 это я называю системным подходом Празднование 22 марта, дня воды Это именно то, что нам нужно И пусть наш институт не имеет непосредственного отношения к воде Но все живое вышло в свое время из воды Да И крокодилы, и кошки Да И собаки Да И человек Да А это значит, и экономисты, и бухгалтеры тоже Да Спасибо, я понял Ну, день воды, так день воды И самое главное Мы бы хотели, чтобы вы лично, Бруно Янович, приняли участие в этом празднике Я? Ну Разрешите, Бруно Янович Извините Вы заняты? Да нет Палыч, заходите, конечно Бруно Янович Извините, Степан Акчич Так как? Вы согласны принять участие в нашем празднике? Я Да подумаю Добрый вечер Идемте, товарищи До свидания 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 Бруно Янович Как вы относитесь к тому, что я подпишу положение о том, что у победителя студенческой конференции доклад приравнивается к дипломной работе? Ну, это, да, это поднимает престиж конференции, нет возражений. Я тогда пойду, подготовлю положение. А, нет, подождите. Подождите хотя бы минуточку, пусть подальше отойдут. Кто? Хомячков и компания? Борюсь, вдруг вернутся. Ну, думаю, дня через три сможем посмотреть сценарий этого праздника, а, Валерий Семенович? А, Люлифе? А, а... Я думаю, сможем. А, да, да, да. Здравствуйте. Здрасте. Извините, вы не подскажете, как можно пройти к реактору? А вам зачем? А, это... Я трубку ему несу с верхним клапаном. Я, между прочим, здесь работаю. Где? Как это? В интернет-магазине. Никогда не знала, что у нас в институте есть интернет-магазин. Я тоже. До сегодняшнего дня. А теперь знаете. Чёрт, оболтался, а? Слушайте, давайте сделаем толк, а? Я вас не видел, я вам ничего не говорил. У воды? Как пройти к реактору? Я вас не вижу. Прямо и направо. Спасибо. До свидания. До свидания. Давайте сами проследим. У меня предчувствие, что здесь что-то нечистое. Правильно у вас предчувствие, Людмила Филипповна, правильно? Пойдёмте. Тук-тук, у вас все дома? Не все. Кристин, а где Катя? Что, уже уехала? Блин, а я удачи ей хотел пожелать. А давно она уехала? Гюльчата, открой личико. Спишь, что ли? А, ну давай, спи. Да, мне нужно два килограмма. Есть на складе? Что? Алло. Палыч, положи гитару, пожалуйста. Ты знаешь, у моего прадеда точно такая же была. Алло, алло, да. Те ручки все были. Сколько? Два килограмма. А сейчас, Палыч, бери гитару. Да бери-то, не бери. Ага, непорядок, Людмила Филипповна. Да, непорядок. Я так понимаю, что репетиции фольклорного ансамбля в полном разгаре? Да. Да, у нас просто перерыв. У нас перекур. Перерыв. Димошин, это всегда прекрасно. Прекрасно. Творческая личность, она должна переключаться с одного вида творческой деятельности на другой. Так сказать, для отдыха. Правильно, Людмила Филипповна? Да. Это какой такой другой? На сценарий. Чего? Водного праздника. И чтоб завтра был готов. Людмила Филипповна, на какой сценарий? Какого праздника? На какой сценарий? Мы же музыканты, мы не писатели. Так ты не придуривайся давай. Мы с Людмилой Филипповной прекрасно знаем, что у вас здесь интернет-магазин. Чего? Нам дед все рассказал. Кто? Дед? Какой дед? Это же Михаил Павлович. Да ведь это же Михаил Павлович, он у нас большой шутник. Дед нашлось сказать. Он очень хороший музыкант. Он на самом деле наш консультант по репертуару. Очень уважаемый музыкант. Консультант? Да. Михаил Павлович, ну сыграй что тебе в парус. Ну да сыграй. Дорогой длинною, Да ночкой лунною, Да с песней той, Что вдаль я с меняю, Да с длинной, Звучит я с длинной, Пойдем, Филиппов. Людмил, Филиппов, Ну ведь ясно, там дело темное. Согласен, ну как говорится, не поймал, не вор. Так делать то что будем? Может быть по ручным сценария кому-нибудь другому написать? Ну еще чего, пусть не думает, что меня так легко вокруг пальца. Возьмем с поличным. Как? Думаю, Семенович. Думаю. Прекрасно. Ку-ку. Кристин, ну что там, Катюха не звонила? Кри... Кристин, ты чего? Заболела? Вчера спала, сегодня спишь. Когда есть, учиться, все остальное делать будешь. Кристин, ну хорош придуриваться, я же вижу, что ты моргаешь и слышишь все. Спорим? Попробуем с другого блока. А ты знаешь, что в одном апельсине содержится вся, практически вся таблица Менделеева. Включай самого Менделеева. Ай! К вас попал. Тамара Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел Ильич. О, Антон здесь. Весь цвет экономической науки, два в одном. Ну, с вашим-то приходом, Павел Ильич, три в одном. А зачем вы так? Я ведь пришел с открытой душой, помочь хочу. И обещал, что я пробью у ректора положения конференции. Вот, пожалуйста. У-у-у, то есть участие и первое место на конференции приравнивается к защите. Антон, а вы хотели отказаться от участия в конференции? Хотел, но это меняет дело. Вот. Отлично. Да-да, пишу. Система. Аудиосистема. Так. Да-да-да. Конечно. Конечно, в течение двух часов. В пределах КАТ. Все будет в лучшем виде. Валерик, смотри, заказ какой, быстрее. Да. Вы знаете, нам обязательно нужно будет записать ваши данные. Ален. Простите, пожалуйста. Вы знаете, товар только что неожиданно закончился. Ты что, дурак что-то? Дело в том, что его больше не предвидится. Да, пока в ближайшее время. Как же не предвидится? Успали там. А вы, простите, вы куда звоните? Да-да-да, нет. Вы что, это склад стройматериалов. Вы просто ошиблись с номером. Да. Извините. Что, дурак что ли, Саша? Слышь, дебил. Чего? Ты читать когда научишься? Улица Юности, дом 5. Ты знаешь, что это за здание? Это учебный корпус. Ты хочешь, чтобы нас опять за одно место прихватили? Дебил. Ну? Сорвалось. Ну-ка, дайте-ка мне этот телефончик. Сейчас я с ним другим голосом, а то больно умные все стали. Алло. Уроктехнику заказали. Интернет-магазин? Слышь, Трофей Павлович, давай помогай. Чего тросился, оформляй заказ. Моё дело курьерское. Вы формируете, а я доставляю. Давай, доставляй. Да вы что? Да вы что, пацаны? Куда ж мне все это одному нести? Я не могу. У меня же это, пальчики-то музыкальные. Чё? Чё, теперь я, что ли, виноват, что столько заказали? Ладно, ладно, поможем. Чё, мы звери, что ли? Трофей, не дрей. Тележку тебе скоро купят. Сейчас, сейчас, сейчас. Курточку только накину, сейчас приду. Всё, вошли, давай. Вот это. Вот это, вот это давай. Вот это. Взял. 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 Здравствуйте, Нина Ивановна. Рад вас видеть в добром здравии. Спасибо. Андрей Константинович, это уж слишком. Пётр, я понимаю, но ситуация неординарная. У мамы пояс через два часа. Я понимаю, но больше десяти минут у нас это не займёт. У кого у нас? Разрешите вам представить, Игорь Юрьевич Заславский. Тот самый. Здравствуйте. Боже. А вы, стало быть, и есть Нина Ивановна? Да. Ой, проходите, пожалуйста. Хорошо. Проходите. Ой, у нас здесь, правда, не убрано. Мы, знаете, так неожиданно. Вы знаете, для меня тоже. Но Андрей Константинович попросил. Ну, ближе к делу. Я так понимаю, Нина Ивановна, что времени особо нет ни у вас, ни у меня. Да, вы, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Андрей Константинович посвятил меня в проблему. Ну, я имею в виду по поводу сноса здания управы. Обычное самоуправство. Простите за каламбур. Ну, это я и так знаю. А делать-то что? Делать будем мы. А вы работайте. Работайте, как работали. Вот вам мое личное распоряжение о том, что ситуация должна быть заморожена. А со следующего полугодия мы внесем ваше здание в список памятников, охраняемых государством. Ой. Не-не-не-не, ничего, 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 ничего. Ничего. Господи, спасибо вам большое. Игорь Юрьевич, спасибо. Спасибо. Что вы, сына своего благодарите? А меня-то за что? Господи, а кого мне благодарить-то? А? Да. Тань! В общем, я все знаю. То есть, по поводу ребенка. А, вот оно что. И что ты знаешь? Я знаю, что ты ждешь ребенка. Макс, я не жду никакого ребенка. А кого? Парня из армии жду. Ответ зачитан. Общение со мной, ты знаешь, приносит плоды. Думай. Ну, люди-то врать не станут. Какие люди? Неважно. Слухами земля полнется. В общем, я все знаю и хочу тебе сказать, что… Слушай, Макс, а с чего ты вообще взял, что ребенок твой? А чей? Парни из армии? Общение со мной приносит плоды. Думай. Думай? Куда ты у меня? Да вот он, бомжа. Слышь, неси нормально, на себя возьми немножко. У меня пальцы уже отделились. Дебил, дебил ты сам сейчас. Возьми нормально теперь. Сюда, что ли, а? Сюда, Тимоша, сюда. Ну, парни, это полный капот. Ну что, Тимоша, теперь не отвертишься. Или сценарий, или ваш интернет-лавка останется только в памяти, и в приказе о строгом выговоре. Правильно, Людмила Филипповна. Людмила Филипповна, у нас же это самое, фольклорный ансамбль. Заткнись, слышь. Людмила Филипповна, я вас правильно понимаю, если сценарий будет, то вы нашу магазину не будете же делать ненужной рекламы? Ну что я, ну человек, что ли? Ну что, сценарий был гениальным. Будет, Людмила Филипповна, будет. Привет! Пожди. Чуяться. На виражах и течения Кружит мое поколение Кружится и отрывается В сердце мое улыбается Сердце распахнуто облаком Это любовь Отрываемся, летим Что-то будет впереди Ты, 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 ты Продолжение следует...